скажите вот вы неоднократно награждались что вы можете сказать о своих наградах ну и за что вы были их удостоен своих наградах что сказать несколько наград у меня есть принципе для меня главное не сами награда а то что люди ценят то что я делаю награды по брякушки принципе а то что людям важные цены то что я делаю то вот это не имеется цены для меня лично награда но первая награда это вот маленькая там наградили в 2006 году район такая тоже не государственная организация ран наши меня не очень любит все разрушают все фундаменты которые они строили и не строили да не построены были они сидят на этом фундаменте и боятся двинуться хотя данную стрел ну потом несколько наград вот награды когда две награды которые были даны первой второй степени ордена академик области безопасности но они наградили за действием во благо страны и родина вот здесь да 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 все это было при поступке 3 награды 3 2 1 степени это единство наградила тоже за действие на благо страны и народа также был награжден от ордена горность россии тоже за те же самые заслуги в основном создание нового фундамента теоретического единотеория поля и тому подобное как формировалась корабль обвели новая награда вот за это был награжден а скажите вот ваши отношения но уже так вскользь сказали о вашем отношении допустим если будет конец официальный прием куда-то вас пригласят вы при полном параде всегда идете или так я ни разу не ходил с наградами ну во первых зачем это показуха с метров зрения ну лежат у меня как ящик как сказать опять-таки не сами награды это просто я расценю как оценка деятельность которую я делаю потому что я не ребенок который любит царские навешать играться с ними брятскать ими ну надеюсь что их назначили наградили не за красивые глазки а за дело вот это самое главное что почему то что к сожалению люди нашей стране да не только можно расценить а вот кто-то такой сама завода было когда вот мой совет был а кто он такой что мы должны были его слушать так никто не должен заставить слушать и читайте книги пример мои написаны мной и сами делайте вывод кто я такой что я несу я не любит этого пришлось мне надо поставить я диплом академии которых вы являетесь членом выставил диплом сумса а он все эти диплом купил это не выставлял а кто он такой выстрел он купил ну понимаете до того смешно слушать и читать читаешь иногда все эти выдумки но хоть было бы в них доля истина было бы еще понятно во первых опять таки дипломы которые мне были выданы членство академии были выданы за то что я сделал и не я бегал предлагала вот знаете вот в дать им не диплом дать им не диплом мне приглашать вы просто сообщали что мы вас избрали действительно цену своей академии и в принципе я не считал необходимо отказываться потому что в принципе не потому что рвался потому что тоже за неуважение людей ко мне это уважение нужно уважать правильно же не более того то есть как сказал даюча ника сафронов поэтому же поводу но если дают надо брать ну смотря что понимаете смотря что потому что если играть а взятка а награды но вы знаете смотря кто дает награды а вы в этом смысле разборчиво конечно вы можете припомнить когда вы отказывались ну я могу припомнить что я отказывался от огромных сумм денег мы предлагали чтобы открыться делать то что кому-то нужно не про поставить любое количество нулей после единичь который посчитаю нужно и от это отказывался предлагали отскать и таким самым еще войти мировой правительство и возглавить его в силу причин но мне это не устраивало многие таких вещей было это долго рассказывать искать когда пытаясь вербовать и наши спецслужбы еще 90-х годах пытаясь вербовать и и американские только мировые понимать правительства существуют свои спецслужбы кто бы не пытался и всем отказывал зная прекрасно что после этого будет попытки уничтожения потому что узнаете у них два варианта принять предложение или не принять предложение понимаете да если не принимаешь предложение то означает что труп да конечно потому что и важно было контролировать то что я могу делать а они контролировать не могут потому что я согласую свои действия своей совестью честь и не буду делать ни за какие коврижки ни за деньги ни за какие угрозы которых не было неоднократно ничего то что противоречи моей совести независимо то что чего это будет не стоит ну это многим нравится ну я так считаю да я не не принимаю решение быстро но если принял решение его никогда не меняю но это достойно восхищение ну не знаю восхищение нет у меня в такой характер был здесь дурной детстве любил допустим читать игры семечки знаете сишки грызёшь 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 на половину шкурки с уходила так ну понятно то что не не очень полезно такое дело этого вот мы слушаем ну ты же эти скатиси угробишь так если бы что делать мне пришлось выбирать или грызть семечки или читать вот с того дня когда это 11 12 было ему 10 и ни разу больше к семечке не грыз то есть выбрал чтение выбрал чтение тоже не пожалел было бы странно если пожалели не пожалели тоже просто касса семечка я себе приняли решение все возвращаясь то есть вы не можете смоделировать ситуацию когда вы их там на себя наденете в принципе я предпочитаю надевать вообще потому что зачем ведь ну что можно вывесить на навесить надо все что угодно это разве важно ну я не могу судить с других вот я даю дань уважение там моему труду то что сделал кричать идти к покажу смотрите кто я отвечу на это глупо люди должны смотреть не награды она дела и на человека смотрят к зрению а награды это должно быть человек смотрится ли не скромно какой-то степени да не выпячивать везде что-то узнаете этом лауреат того-то вот у меня удевает туда-то туда-то выдвигали задвинули рады или продвинули примете на визитках 18 строчек зачем есть вещи необходимы когда по делу необходимо то что необходимо не было ни снять я считаю это не нужно потому что встречает поддержки провожать по уму прендж вот и все поэтому ткать блестяшки вот эти блестящие штучки на груди не добавляют ничего если нет за душой самогласно что из-за душой а если за душой то побрякушки хотя они что я не уважаю награды что я езди прию на них нет не будет что так это приятно что кто-то оценил то что я делаю но это не значит что вот я буду да то что получил обрекушку я буду разбиваться в доску только получить вот сделал вот это мы тебе дадим вот это сделал вот это мы тебе дадим нет медаль модалда для меня это совершенно неважно потому что я опять таки будут действовать то что то что резонирует с моим совестью и честью для меня это дороже жизни и дороже всего и вся это кому странно в нашей стране сейчас не выгнать честь совесть порядочность тогда но я буду считать искать отношу к динозавру вымирающим может быть но надеюсь что эти динозавры такого плана таки появится в слову в россии потому что это то ради чего стоит жизнь тоже человек без чести без достоинства он человек с моей точки зрения хотелось бы верить ну я так стараюсь жить по этому принципу как бы вы могли чтобы вы могли рассказать не то чтобы о себе а то чем вы занимаетесь о том что вы несете скажем так в этот мир в принципе двух словах трудно сказать конечно я пойду что интервью это не цикл они не были на опера на 500 600 серий но что мне кажется что важно то что у современного человека система существующей паразитической мире которые доминируют пока с моей точки зрения мире превращается пытается против человека просто скотину то есть чтобы у них не было ничего за душой кроме интереса от ультуры свои чисто ну естественные потребности а вот человек не просто животные человек что отличается от животных и вот то что я считаю необходимым это действительно вернуть людям осознание для чего они живут кто они почему и вот тех книг которые мы кроме того что есть не против мироздания объясняющие явление живой и живой природы который сказать мне удалось вроде бы разъяснить и пояснить не просто потому что потому что а объяснить все аргументации которые логического еще никто не смог опровергнуть вот пока еще и с фактами которые под полосы подтверждают что можно сказать что ну так ученый но я закончил на харьковский университет восемь лет восемь четвертом году с категорическом факультет кафедру теоретической физики радиофизики то есть это считался элитный факультет и в нем кафедрической физики читалась элитной кафедры закончен самым последним как понимаете но получив лучшее что можно было в то время на то время образования и как я понял до сих пор достается лучшим образованием я не смог получить ни одного ответа которым из быть со школы мне это не устраивало то что какое-то ну это школа для для детей вот когда и по образованию получит а мне все объяснят к сожалению там ничего небес не повторюсь только что вы хотели узнать ну потому что противоречия столько было объяснение столько было натянута все не было даже ребенку понятно тогда еще когда ребенок но это не не для школы и так далее от когда получил образование дальше уже образование получать некуда потому что как радиофизики мы получали образование как физик за пять лет за три года как математики за пять лет за три года и потом два года специализации нужно без знаний физики полного курса и математики за пять лет математика и физика невозможно заниматься благодаря физикой поэтому так сказать полноценнейшее образование харьковская школа радиофизики считалась в советском в Союзе лучшей школой. То есть лучше не было и в Союзе, и, думаю, не только в Союзе не было лучше. И получив образование, что я рад, что действительно наши преподаватели, профессора, доценты и так далее, все-таки учили, ну, мне не нужно было учить, но они требовали от судья того, чтобы они думали. Не были попугаем, повторяю, а мы думали. И именно поэтому сказать, я рад, что именно получил такое фундаментальное образование. По крайней мере для того, чтобы что-то делать новое, нужно знать, что было сделано. Правильно? И чтобы можно было аргументировать свою позицию, нужно иметь понимание того, что говорят. Потому что, знаете, когда если человек говорит на одном языке, другой говорит на другом языке, если человек не знает другого языка, он не поймет ничего. Для того, чтобы объяснить человеку что-то на другом языке, нужно знать тот язык, который он говорит. Поэтому для того, чтобы человеку помочь пройти дальше, Познать другой язык, понимание природы в частности, нужно знать тот язык, который он знает, иначе будет просто разговаривать на разных языках. Поэтому я знаю и тот язык, и тот язык, и мне это будет возможность помочь людям действительно двинуться вперед. Поэтому будет написан целый ряд моих книг. И что мне действительно приятно, то что мои книги были написаны гораздо раньше, чем появились факты, полностью подтверждающие не 50%, не 70%, а 100%. Подтверждающие то, что я их излагал. Например? Ну, например, о том, что у них дорожная вселенная. В 97-м году Хаббл телескоп, авторство получило эту книгу, первое было написано, в 94-м году. А в 97-м году Хабблский телескоп сделал замеры, которые показали, что вселенная имеет верх и низ, право и лево, то есть запад и восток. И что скорость света сверху вниз и справа налево различная. То есть они даже не понимают суть того, что они полностью пока подтвердили, не зная моей работы совершенно, полностью подтвердили. Если посмотреть пояснение структуры Сирены ближе к нашей планете, например, к нашей галактике, то это полностью соответствует тому, что я изложил в своих книгах. И в других книгах тоже дальше изложил. Или, допустим, уже относительно недавно, я не помню точно, когда это был 2006-2007 год, тоже сам Хаббл телескоп обнаружил, так называемую, белую дыру, как они называли. И потом, когда тщательно стали исследовать эту белую дыру, оказалось, что в эту белую дыру видна другая вселенная, то есть окно в другую вселенную. То есть для них это был шок. А в своей книге «Объяснение структуры пространства» я как раз и покажу, что существуют точки, где тождественные вселенные смыкаются. И вот через эти точки можно спокойно пройти из одной вселенной в другую, пройти туда и выйти в другую вселенную. Вот они такие объекты уже найдены, это такое начало. Но это похоже на теорию червоточин, нет? Нет. Совсем разные. Это абсолютно. И теория многомерного пространства, которая, я тоже говорю, что о многомерном пространстве, так, но обычно физики говорят о теории струн, например, слышали, да? Или о семмерном и одиннадцатимерном пространстве, то они совершенно имеют другое, чем то, что я вкладываю в это понятие, понимаете? Поэтому, так сказать, если, ну, хотя бы скажем так, понятие у них одним измерениями является время традиционное. Ну, время — это условная единица, которую мы ввели, условно, в природе его не существует. Они вводят как реально существующее измерение. Ну, это абсурд. Потому что даже в человеческой цивилизации понятие время было очень разное. И, так сказать, часы длились по-разному. И так далее. Просто есть действительно процессы, обратимые, необратимые процессы. То есть, если, допустим, кусок угля сгорел, то он обратно не появится. Правильно же? Ну, это не значит, что существует время, так сказать, как таковое. Существуют процессы, которые есть, обратимые, необратимые процессы, которые можно действительно придумать условную единицу. Удобно. Время очень удобное, потому что мы договорились и пришли к этому времени. Правильно? Если каждый имел собственное представление о времени, наверное, никогда не было ничего было сделать. Да, это удобно для того, чтобы организовать жизнь социума. Но это условная единица. А физика будет как реально существующий, или, допустим, теории энергетизма. Слышали такое, да? Ну, это физики начали придумывать и, так сказать, дошли до абсурда. Энергия — это свойство материи. Когда материя приходит из одного состояния, твердого или жидкого, газообразного или плазма, и при этом меняется качество, и при этом, как говорится, вот переход в их переходе, она может совершать работу, и потому что выделяется примерно такая энергия. То есть переход из качественного состояния меняется, и эти качественные состояния человек использует для своих нужд. Но энергии без материи не существует. Это просто свойство материи. И вот когда начинает, вот материя — это одно, а энергия — это другое, она сама по себе гуляет, а материя сама по себе гуляет. Понимаете? Да, она будет чистая виденность существует. Ну, естественно, энергия — это опять-таки результат, переход в материю из одного состояния, другое. При этом качественный переход, он довольно-таки резкий бывает, используется человеком для своих нужд. И чаще всего они не очень грамотно, что мы видим результат происходящего, приводит к тому, что мы самим уничтожим на свою планету. Это как очень разумно мы используем планету. Ну и плюс не очень высокий КПД, если я понимаю. Ну и КПД, само собой, не высокий. Ну, атмосферные станции вообще не должны существовать, понимаете, да? Но они существуют в основном для того, чтобы производить боевое оружие. Что абсурд тоже. Ну, это особо раздолжен. Скажите, а ваш удел — это удел одиночки, или у вас есть какие-то последователи, единомышленники? Как вы с тем же социумом общаетесь? Вот вы мне вскоре сказали, что традиционные ученые вас, ну, мягко скажем, недолюбливают. Ну, почему? Не все. Недолюбливают только... Ну, примеры, то, что мне известно. Ран, ну, наша Ран, так. Так, было раздано всем академикам. Моя книга «Неродная вселенная». И их просили найти, к чему придраться. Ну, образно говоря, к чему, чтобы можно было размазать, растереть столу или там по асфальту, не знаю как. Или катком, ну, как ему нравится, так. После чего те прочитали, ни к чему придраться не смогли. Вывод сделали. Люди еще не готовы, все это проживемо. Но это не так. Люди давно готовы. Потому что вот целый ряд людей, даже в школах, учителя, многие в какой-то данном занятии проводят. И именно детям дают ту информацию, которая в моей книге. И сейчас я не знаю, что это по понятию природы, мировоззрения и так далее. И дети воспринимают вот так. И все больше и больше ученых, которые действительно ученые, а не чиновники от науки. Это две разные вещи, понимаете, да? Становятся на мою сторону. Настоящие ученые. А псевдоученые, которые только занимают места, тогда всегда были, понимаете, да? И будут. А в принципе я же делал не то, чтобы, опять-таки, чтобы мне там избрали вран, там награды вешали и так далее. Я делал то, что мне бы интересно понять было всегда. Понять процессы. Вот у меня всегда было вот это. А как это, почему это, каким образом? И так и повезло, что мне удалось многое найти, многое понять и свои книги изложить. И, ну, вроде бы, сколько писем получаю, в моей книге уже разошло, что только с моего, с двух сайтов было скачено за, мне сказать, более двух с половиной миллионов книг. А сколько потом на других сайтах, которые там мои книги выстроили, я даже не знаю, потому что на десятках сайтов моей книги тоже. Данных у меня нет, сколько там скачено, сколько люди распространили и так далее, тоже нет. Но я знаю, что многие и распечатают книги, и на дисках раздают, и разных вариантов. Почитал сам передоим другого. Не только, они даже спечатают и раздают на диск, и так далее. Это уже неконтрально. Я думаю, что гораздо больше, чем два с половиной миллиона. То есть, может быть, десяток миллионов, может, больше. То есть, я не беру судьбу, потому что нет точно. А вот то, что с двух сайтов, где есть счетчики, и которые можно посчитать, сколько. И то, счетчики теряют где-то примерно 15-20% от общего числа. Более двух с половиной миллионов. Хотя идет саботаж. То есть, блокируют сайты, не имея на то, какого основания. Как вы, наверное, знаете, одну мою книгу запретили. Два тома, одну и ту же книгу запретили. Хотя это полный абсурд. Самое, знаете, это забавно и интересно. Экспертизы, которые проводились, были противозаконны. В прямом смысле слова. Самое интересное, как эксперты пишут. Никаких прямых признаков, доказательств, ничего нет. Есть косвенный. Ну, во-первых, нужно указать, какие косвенные, ничего не указывается. Во-первых, если косвенные есть, какие признаки? Ну, можно быть чуточку беременной. Понимаете? Вот то же самое. Если есть косвенный, должно быть законно, что считать косвенными признаками? И указывать в тексте, что здесь есть. Ничего нет. А что в выводах? Все есть. Экстремисты и так далее. На самом деле, моя книга разоблачает супрэкстренизм полностью. И не моими словами. А я просто говорю, реальный текст, не искажая ничего. Просто вот смотрите. Вот здесь написано так. Это означает вот это, вот это, вот это. То есть искажения нет никого. Насколько я помню, где вы православная церковь в том числе? Нет, я не только православная церковь, в основном это Тора. Потому что это наиболее экстремистская книга, которую когда я бы читал. И Ветхий Завет тоже самое. Как-то эти книжи... Моисея, да. И там, извините, это немного написано. Поэтому я считаю, что моя книга антиэкстремистская. Потому что я не считаю, что какой-то народ может быть избранный вообще. Я не считаю, что какой-то народ имеет право уничтожать другие, потому что ему так хочется. А это открыто написано в Торе. Вот это и делает меня опасным, потому что я показываю. И церковь я, христианство я говорил тоже, потому что это уже ложь много. Там, и к тому же ничего общего с тем, кого они подняли на своем знаме, не имеет христианства. Это тоже доказательства есть множество. И самое смешное, что люди, большинство, которые спины у рта доказывают, что, так сказать, все это прекрасно, никогда не читали. Ни Нового Завета, ни Ветхого Завета. Потому что любой человек, прочитавший Ветхий Завет, особенно, Новый Завет, там много противоречий. Не суразец, да. Но Ветхий Завет практически никто не читал. Все слушают только проповеди священников о проповеди, которую они хотят, и такие дают. А зачем? Если есть, извините, святая книга, например, да, которая была передана Богом, ну, скажем так, да, ее записали, зачем уже посредник, чтобы объяснить, что там написано? Она же напечатана, человек читать умеет, правильно? Откуда почитаешь слова Бога? Зачем уже кто-то, чтобы это интерпретировал? Я бы вот с любым спорщиком со стороны священников сказал, хорошо, вы считаете, что вы имеете право интерпретировать. Я, допустим, умеющий читать и умеющий мыслить не имею, потому что я, типа, не закончил духовный семинар. А для того, чтобы написаны слова, нужно духовный семинар заканчивать? Ну, хорошо, вы считаете, что вы правильно трактуете. Значит, получается, что... Что это такое, допустим, то же самое пятикнижье? Это то, что Моисей получил на Синае от горожающего куста, не будем комментировать эту ситуацию. И это скрижали, это, значит, слова Господа Бога, так? Вы говорите, что это вы ему служите. И тут оказывается, вы начинаете интерпретировать, что Господь Бог сказал этому, но он у него в виду это. Понимаете, забавно? Получается, что священник считает себя умнее Господа Бога. Потому что Господь Бог получил такой дурак, что сам не может из-за того, что вы ему служите. Нужно комментировать комментарии со стороны служителя. Значит, получается, служитель считает, что он мне Господа Бога, не так ли? Ну, логично. А они комментируют. Если это Бог сказал, значит, его слова. Значит, для тебя это святые. Вот, вы знаете, там говорится убийство, но он не умел, что убийство. Да, убиваются, но понимаете, да? Ну, это... Понимаете, да? И тому подобное. Это всё очень интересно, но и имеет право на жизнь. Я ни в коем случае не имею никакого права принимать решение, так это или не так. Да это почитайте Ветхий Завет. Я Ветхий Завет читал, потому что я учился на филологическом факультете, и я проходил это в рамках древней литературы. Я к этому отношусь по произведению как к литературному памятнику, и как к литературному памятнику он мне понравился, скажем так. Обсуждать его божественные свойства я не готов, не хочу. Нет, а вы знаете, когда в России был, например, первый Ветхий Завет, знаете когда? Нет. В конце 19 века. Это когда перевели его? Когда его перевели, и дважды, первый перевод был полностью уничтожен, в царское время, между прочим, когда уже не при Петре первом, которым мы считали безбожником, да, скажем так, вопрос второй, а именно в конце 19 века, а второй только перевод уже был принят. А почему не переводили? Потому что боялись, что если бы людям раньше содержание стало доступно, этого документа, то люди бы возмутились очень сильно. Просто к концу 19 века уже люди ничему не возмущались. Но это особый разговор. Так вот, я собственно не закончил, все это имеет право на жизнь. А как с этим коррелируется, вот я когда про вас читал, когда я готовился к нашей беседе, то, что вы умеете управлять, допустим, там силой мысли, останавливать природное явление, там, ураганы и так далее, вызывать дожди. А это никак не связано с тем, что, в смысле, с тем, о котором говорили. Понимаете, я вам отвечу следующее. Ну, как вы поняли, даже вот сколько материал появляется, уже все больше и больше, что многие племена и раньше, даже сейчас, принимают божественное проявление, то, что связано с действием цивилизации или цивилизацией на более высоком уровне. Правильно? В частности, самолет, который пролетал, поклоняется как Господу Богу. Правильно? Вопрос, является ли Господь Бог самолетом? Нет, самолет Господу Богу. Нет. Просто есть возможность, есть понимание, которое существует на определенном уровне развития человека конкретного. И для него другие вещи, которые лежат за пределами этого понимания, являются непонятными, сверхъестественными и так далее. Но если человек развивается, если он двигается вперед, то для него это становится таким же обыденным, как дышать воздухом. Просто любая техника является костылем, понимаете, к тому, что человек... В любом случае, любая техника является, в принципе, костылем продолжения мозга человека, потому что он придумал что-то, правильно же? Чтобы поменьше горбуса, знаете, он придумал инструменты, чтобы облегчить работу, плух там и так далее, и так далее. И это продолжение его, так сказать, мысленной деятельности материализовано в таких инструментах. А вопрос, важны ли, что существуют способы, если человек правильно развивается, что не нужны костыли во многих случаях. Так нужно ли упираться, держаться за костыли? Если кость до носа рослась, вы спокойно можете сходить без костылей. Ненужные, правильно? Просто, если человек развивается правильно, если ему удалось найти определенный путь развития, у него есть определенные задатки и так далее, то при развитии многие вещи становятся совершенно нормальными и реальными. Это, если вы знаете природу природы, если понимаете механизмы, как она работает, что-то, тогда, естественно, вы можете уже взаимодействовать не без вреда для нее, а с пользой. И то, вмешиваться нужно не, когда вот хочу сейчас, чтобы была такая погода, и вмешиваюсь, нет. С моей точки зрения, если что-то вмешать, это должно быть, когда это критическая ситуация, когда какое-то природное явление грозит гибелью людей, т.д. и т.п. А до этого, извините, природа нормальная, и природа любая погода хороша. То есть, ну, у вас получается взаимодействовать, воздействовать силой мысли на ту же погоду? Ну, получается. А, извините, какая разница? Если взаимодействовать с помощью излучения каких-либо, с помощью антенн, это может вмешиваться отрицательно. Разница, суть не меняется, правильно? Важно, если так, то на что направлено действие? Если действие направлено на вред и на принесение проблем кому-либо или чему-либо, то неважно, как это действие было достигнуто, важно, к чему оно привело. И опять-таки, любой прибор — это продолжение мозга. То есть, человек придумал, как добиться чего, ну, скажем так, инструмента нет, и он придумывает инструмент, как это сделать. Не так ли? А если инструмент есть, зачем его придумывать? Вот и все. То есть, отбрасываются... Что? Если вот не знает. Ну, для этого, а нужно искать его, правильно? А если не искать, то никогда нет. Если, так сказать, идти тупо в одном направлении, не думая, зачем, почему идешь, упираться в стену и биться головой в стену, то пользы мало. Потому что большинство ученых, мне придется беседовать с крупными учеными ряда стран, имеющие мировые имена, и в Советском Союзе было, и из-за границы, большинство ученых, которые говорят, что они входят в крупнейшую, десяток крупнейших ученых в данных дисциплин, конечно, в итоге, когда их прижимаешь в угол вопросами, понимаете? Потому что я понимаю терминологию. И у меня терминологию их запутать невозможно. Вот, чем тоже положено. И знание языка, понимаете? И когда спрашиваешь в лоб, а что такое? Отвечает одному Богу известно. Понимаете? Если ты уперся в тупик, это тоже результат. Отрицательность в науке тоже результат. Это не значит, что ты должен продолжать биться головой, пока не ушибешь в лоб. А нужно остановиться и подумать, а может, ты шел не туда? Не хотят. Потому что тогда придется расстаться со своими регалиями, сказать, что ты делал не то в своей жизни. Но, извините, если человек искал философский камень, всю свою жизнь не нашел, значит, во-первых, или он не искал, искал ни там, где нужно, правильно? Или его вообще нет. Но если он искал ни в том месте, где нужно, нужно искать другим. А если ты понял, что бесполезно, то хотя бы другим сообщи. Вот знаете, я делал вот это, вот это. Вот это сделал, вот это вот так, вот так, вот так, вот так. И ни к чему не привело. То ищите другой вариант. Примеры, правильно же? Вот если он, к сожалению, не делал, потому что, ага, тогда придется сказать, что я дурак. Нет, не дурак. Просто исходя из тех позиций, которые человек имел, он пришел к такому, к такой тупик, потому что эти позиции ни к чему другому привести не могли. Иначе нужно менять фундамент. Да, но доказательную базу-то никто тоже не отменял. И вот, допустим, эти вещи, о которых вы рассуждаете сейчас, они, вот мне кажется, мое мнение, достаточно сложно доказуемы. Ничего подобного. Ну, изменение, там, погоды, погашение ураганов зародыша, вызов дождя. Как доказать? Очень просто. А вы для этого, допустим, по ураганам, почитайте статью «Укращение строптивы». Там специально приводятся данные, которые не я брал, не я сам фабриковал, понимаете, а американских центров исследования ураганов. Все данные взяты оттуда, стопроцентно. Взяты из публикации по этому поводу, так? Где пишут, что явления произошли, которые не могли произойти. В результате чего исчезло вот это и вот это. Планета Немезида еще, вот я вспомню. Естественно. Ну, не Немезида, а планета Х. Ну, она... Понимаете, это для вас... Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что те, кто положено, они прекрасно знают, что к чему. Просто им невыгодно сообщать остальным людям определенную информацию. Потому что, да, придется много поменять. Их самим сложно поменять, понимаете? Потому что НАСА прекрасно знает, наши и спецслужбы это все прекрасно знают. Как вы думаете, обращались бы ко мне Пентагон, правительство других стран с решением технических вопросов, если бы это было не так? Как вы думаете? Не знаю. Может, они пытаются отрабатывать все варианты? Отрабатывать все варианты? Как вариант? И когда я предлагал, пожалуйста, я готов помочь, давайте ставим официальный контракт. Они готовы платить, все что угодно, только не официально оформлять. Почему? Потому что, если официально оформлять контракт, то тогда они вынуждены признать, что мы знаем об этом, что действительно реально. Понимаете? И если приборы, данные, не я говорил, понимаете, о том, что многие вещи я буду делать, я говорил до того, как я их делал. Это зафиксировал. И потом эти вещи случались. И фиксировал не я, я вот замерил, я получил. Фиксируют это как раз те, кто никогда во что подобное не верит. Поэтому получать данные, это 18-е, могу просто один привести пример, чтобы было понятно. Ко мне как-то приезжал директор фьючер-институт, назывательное будущее института будущего, который финансируется Пентагоном. Мы говорили целый ряд вещей. Тогда, ну, я не люблю говорить о вещах, которые, во-первых, людям сложно понять. Мне что важно, чтобы покричать о том, что, вот, знаете, я такой крутой, я-то сделал что-то, да? Мне это не нужно. Я делал это не потому, что, что вы что-то меня там на руках носили, или что-то такое, мне это совершенно не нужно. Я делал это потому, что я считал, что по-другому не буду поступить. И, вы знаете, мы долго говорили о тех вещах, которые я считал возможными говорить, человеком неподготовленным. И у него уже, он смотрел, смотрит на часы, значит, у него время заканчивается, у него идет такая встреча. И так, и эдак. Потом он прерывает мне разговор, и спросится, это ты повернул планету Икс? Ну, когда так в лоб поставил вопрос, ты должен сказать, или да, или нет, правильно? Если ты скажешь нет, то ты будешь ложь в любом случае. Я не привык лгать. Я предпочит или говорить, или не говорить. Ну, я говорю, да. И вот ухватил, заставил, и он не возмутился, он говорит, о, спасибо, все понятно. Потому что он, его прислали, именно чтобы удостовериться, потому что информация была об этом, и печатная, не только печатная. И ему нужно было удостовериться, действительно так или нет. Что же они не взяли в оборудах, таких ценных кадров, наверное? А вы думаете, не пытались брать? Я пытаюсь и заребровать, кого-то, кто не было, и любые деньги предлагали. Когда это не получилось, попытки покушения, десятки были, сотни. Ну, мой метод позволяет от ногу защититься, в том числе. Ну, если я правильно понял, вы вышли на более высокий уровень. Не знаю. Понимание природы, скажем так. В сравнении с подавляющим большинством. Ну, кое-что удалось понять. И могу сказать следующее. Никогда человек, несущий себе чароточину какую-либо, никогда на это не пройдет. Потому что развитие идет весьма забавно. Я сравниваю развитие с биатлоном. Вот очень хороший пример. Вот человек должен добежать от точки А до точки Б. Тут у меня значение, как он подготовлен физически, какие лыжи, как правильно мазь подобрал, как рассчитал все, как рассчитал свой дыхание, и тому подобное. Правильно? Пил или не пил перед забегом. Он отбегает от точки А до точки Б, и тут у него мишени. Вот он должен поразить мишени. Если он их всех поражает, он бежит до следующей точки, от точки Б до точки С и так далее. Понимаете, развитие тоже. Человек тоже имеет значение природные задатки и так далее. В определенный момент он приходит к определенному качественному рубежу понимания и представления, где перед ним стоят определенные качественные задачи, которые он должен решить. Это расследование, что мишень. Если ты правильно их решаешь, то ты продвигаешься вперед. То есть проходишь какой-то качественный барьер и идешь, пока не наткнешься в следующий. Если ты не сможешь решить какую-то, то получая, ты не реша, получаешь штрафной округ. Это расследование очень удобное, она действительно отражает суть. И поэтому, если у человека гниль есть какая-либо, то высокого уровня развития он не сможет достичь. Почему? Потому что решение может человек принять, который действительно правильно может оценить ситуацию и правильно принять решение. А для этого нужно учитывать множество факторов и исключать, создавать факторов, которые присущат к РЦ. нарциссизм, эгоизм, самовлюбленность и так далее, и так далее. И много еще такого. То есть нужно быть святым пользуясь? Нет, не святым. Нет, нормальным человеком. Нет, нормальным человеком. То есть никогда не быть, жить по совести и справедливости, скажем так, понимаете? Да, конечно, человек может оценивать ситуацию по-разному, нахождаться на разном уровне понимания. Это, конечно. И плюс еще развитие. Естественно, на каждом уровне. Но в этом плане... И плюс еще культура. Потому что в разных культурах разноэтическая моральная ряда. Совершенно верно. Совершенно верно. Множество факторов должно учитываться. И многие факторы или помогают, или мешают человеку двигаться в нужное направление. Ну, пример, вы знаете, когда меня спрашивали возможности, как вот, что нужно делать, человек должен всегда действовать. И, конечно, на каждом уровне он может действовать по-разному. Я проведу такой пример, чтобы дать суть представления о том, моей позиции. Допустим, находится, обычный человек видит, что он на улице сумасшедший убивает людей. У него, допустим, пулемет, и он стреляет и так далее. И этот человек неизвим для него. Такой вопрос. Вопрос. Я говорю, что вы будете делать с тобой? Он начинает, вот мы будем ходить уговаривать его, чтобы он не убивал, потому что это нехорошо. Я говорю, и что, он будет вас слушать? Нет. Но мы должны говорить, потому что он же, так сказать, человек и так далее. Я говорю, ну, хорошо, а он же убивает десятки других людей. Я говорю, у вас, допустим, винток с оптическим прицелом. Что вы будете делать? Вот я буду делать, уговаривать, ходить вокруг. Я говорю, знаете, да, убить сумасшедшего, который убивает десятки людей, это нехорошо. Но нужно остановить больше зло, меньше зло. Ну, это принцип двух зол, да. Больше и меньше. В данном случае, если у вас ничего, кроме как винтовки нет, вы должны спасти десятки людей, детей, женщин, стариков, которые он убивает. Да, вы превратите его в жизнь, но спасете сотни других, к примеру. И это не помешает достигнуть следующего уровня? Помешает, но это правильно сделать. Но, если вы не только винтовку имеете, если вы можете влиять на ситуацию, к примеру, вы можете делать, чтобы человек не мог нажать на курок. Правильно? то есть, он пытается, у него ничего не получается. Приедут санитары, надеются методом рубашки, и вывезут его в другом опять, правильно? А с которым сбежал. Это тоже действие, на другом уровне. И тоже насилие, правильно? Только насилие уже гораздо меньшее, потому что вы уже достигли другого уровня взаимодействия. Когда же все достигнут? А для того, чтобы достигать, нужно действовать. Считать, знаете, как индусская философия, которая извращена очень сильно с моей точки зрения. Вот, я не имею права вмешиваться, карма того человека. Ребенок тонет, он тонет, я не имею права вмешиваться, во-первых, я не имею права вмешиваться, да? Это карма этого человека. Он должен тонуть, пускай тонет. Может, твоя карма спасти? А об этом не думают. А философия, почитайте, философия такая. Я, например, такой философии не приемлю. Если ребенок тонет, нужно ему, человек тонет, нужно помочь ему спасти, рискуя своей жизнью. Да, может, ты погибешь, он спасешь. Потому что, если не сделаешь, вот это будет карма, скажем так, из их понятия. Понимаете? Тут мы уже вплотную к вопросу о ветрах подходим. Ну, можно и так, да. Тоже один из таких трактатов, скажем, человеческих. Ну, вы знаете, о каких ведах? Индийских ведах, да? Ну, я думаю, оттуда уже все началось. Ничего подобного. Нет? Что такое слове? Вы знаете, мне приходилось, не буду называть имена, мне приходилось беседовать с одной женщиной, которая имеет титул Махатма. Слышит, я только понятия, да? Я не буду называть имя, это не важно. Правильно же? Знаете, что я интересовала, когда со мной связалась? Не я с ней связался. Я интересовался, чтобы я мог ей перестроить мадрид, чтобы дал возможности, которых нет в Махатму. Значит, то же возможности она имеет, маленький для нее, это же, по ее пониманию, даже не по моему пониманию. Ну, у меня тест на вшивость такой вот есть, я спрашиваю, хорошо, а вот скажите, вот, а кто вам, хотя у нее, кажется, мать француженка, отец индус, ну, неважно, если это деталь, который может навести на свет, я не хочу. Так вот, я говорю, скажите, а кто передал в Индии, откуда веды взялись, индийские, вот знаете, пришли семь учителей белых из-за Гималаев и дали нам эти знания. Ну, во-первых, я, кроме как ее слова и потом, как мне сказали, кто ездил в Индии, учился в институтах, по этому направлению, там об этом говорят, только. Но не видел, не слыша ни разу во всем мире индусы выступающие сказали, что нам это передали знания. Люди, белые люди, пришедшие с севера, которые говорили на русском языке, между прочим. Ни одна собака не говорит, так? Это первое место. Хорошо, отец, скажите, вы приходите в детский сад или ясли, и вы что, начинаете, что, квантовую физику читать сразу? Вот нет. А что? Ну, я говорю, помогу вам. Вы даете алфавит и грамматику, азы. Так, смотрите, вам пришли белые люди с севера дали вам азы. Вы это извратили, выдали за свое, и вы говорите, что несете свет? Это же ложь. Почему не сказать, что да, вот это так и есть? Это же не умоляет того, что они делают, правильно же, с моей точки зрения? Если они сохранили и продолжают родиться. Но это же не они создали. Понимаете, вот если на такую умолю закладывается ложь, то, с моей точки зрения, это лжевое учение в любом случае. К тому же извратили до безобразия. И к тому же не мои исследования многих лингвистов и самих индусов. Вы знаете, есть старый санскрит и новый санскрит. Новый санскрит извращенный очень сильно. А старый это один славяно-арийского языка, русского языка. 70 слов этого старого санскрита и русского языка современно дождественны. Хотя несколько тысяч лет, 47 тысяч лет, почти 5, там был мертвый язык. И хорошо, они говорят, в Индии мертвый язык санскрит, да? Хорошо, но если был мертвый язык, значит, был город носитель этого языка. Правильно? Они вымыли, их любили. Но где же носитель этого языка? Пускай одно из племен или факты подтверждают, что такое племя жило на территории Индии, которое вымерло, и язык стал языком философов и ученых Индии, да? Высшей касты. Нет ни одного племени. Оказывается, особенно русские дилекты, которые певучие более, северные, когда индусы приезжают на север, они в шоке. Мы слышим живой санскрит. Это не мои слова. Но вы хоть слышали по телевидению ваши сослуживцы по работе, по других каналам, хоть раз заявили об этом? Я об этом не слышал. Вот, не слышали. Понимаете, в чем дело? Вы не слышали. А вы представьте средства новостей, правильно же? Новости несете людям, правильно? Информацию. Ну, если бы вы слышали на другом канале, вы бы слышали, правильно же? Молчком. А почему? А потому что никому не нравится, что проязыком, индоевропейский язык, был русский язык. И лингвисты уже установили множество фактов, не я установил, что проязык именно был русский язык, который стал основой для большинства языков индоевропейской группы народных званий. тогда, вы знаете, получается, признать, что необходимо признать, что именно русский язык проязык, что это общий язык наших всех предков белой расы. Это надо признать, что цивилизация русская существовала уже много тысяч лет, что именно русская цивилизация, славяно-арийская цивилизация, где был русский язык государственным языком единственным, и на нем говорили все народы, живущие, на территории огромной империи, является фундаментом, что культура, которая была, это была приносена нашими предками, и много что другое. К примеру, ну, вы знаете, вот, когда вот в школе я учился, по крайней мере, в истории, например, вот, Петр Первый, но это вопрос второй, хотя это был же Петр Первый уже, но это вопрос второй, опять-таки, ввел Юлианский календарь в России, так, и с этого дня пошел 1700 год, начало 18-го столетия, правильно? Ну, во-первых, два вопроса существуют, первый вопрос, был ли календарь до введения Юлианского календаря Петра Первого, или не было? Если не было календаря, то все мы жили дикари, не знали, сколько дней в году, и так далее, это великое благодеяние, да? А если был календарь, почему он мне, когда никто не сказал, какой был, что было в этом календаре? А знаете, почему он говорит? Потому что, когда он ввел календарь Юлианский, в котором прошло 1700-е годы это было по тому календарю, который был на территории даже Московской, Тартарии, или как называлось, Руси, год 7208-й от сотворения мира в Звездном храме. Это заключение мира договора между Древней Русью, она называлась тогда Асией, ну, не важно, как название было, и Древним Китаем. А до этого были другие календари. То есть, получается, он выбросил, посчитать, более 5000 с лишним лет прошлого. И поэтому, когда наш патриарх выступает, Кирилл теперь, и говорит, что славяне были хуже зверей, жили в землянках, и в деревьях лазили, ну, помните, да? Это говорит сейчас. И счастье, что вот Кирилл Мефодий дал грамотность. Так, извините, Кирилл Мефодий 14 век. А чем же было, на каком языке были написаны слова, которые князь Олег пребывал на вратах византийского Кирилл Мефодия? Да. И чем же грамоты заключали? На русском языке писали, извините. А, извините, в 9-10 век и брестяные грамоты крестьяне глухомане писали письма друг другу, считали, сколько плодов зерна, сколько стоит, так далее, умели считать, математику знали, пускали арифметику, и мы письменность знали. Это дикая страна, да? Как выяснилось, да? А на чушь не писали, просто путают, что Кирилл Мефодий делал славяно-церковный язык, который ничего общего с русским языком не имеет, вы знаете, да? Вы слышите, когда читают проповедь на церковь славянская совершенно другое. Это не русский язык, это сознательно для церкви. А помните, что Ения Анна, не жена была, по крайней мере, потому что вышла замуж за короля французского, Франциска I, приехала туда и писала письма, и призвала с собой библиотеку во Францию, в Париже. Он был уже еще древнерусский язык, на церковном языке тоже? Нет, он на русском писал, в том-то и дело. Русский язык, все было написано на русском языке, почти все грамоты, в том числе и ханов, так называемых, написаны на русском языке. Знаете об этом? Молчат об этом. Ну, что он законит княжней Анне. Так вот, Франциск I, король Франции, не умел читать и писать. Это продвинутая западная цивилизация. Зачем Людовик XIV, король солнца, говорил, что настоящий француз моется два раза в жизни, когда рождается, когда умирает. Да, это продвинутый запад. Вот это известный уже факт. Да. Ну, извините, вы знаете, что французские короли, потом президенты до сих пор клянутся на русской библии, которую княжна Анна привезла. Нет? Нет. Что она привезла свою библиотеку. А во Франции библиотеки не было, ни университетов, ничего не было. Да, это дикий запад. А ведь Киевская Русь в то время была окраиной, славянная республика, это не метрополия была. И московская, что потом тоже не было центром. Это особый разговор. Это дикий. Извините, знаете, как нужду справляли в королевских дворцах? Не знаете? Дворцов? Нет. Ну, до этого не дошли. Ну, все-таки кроли же. Знаете, что делать? В углу комнаты спальни была дырочка, которая шла через все этажи. Ну, и когда нужно было кому-то, спускался, доционально особо садилось в уголке, и все, и повезет кому-то, что кто-то в это время ниже не сидит на той же точке. Винсуносно это особо сверху должно быть. Естественно. Ничего же не поменялось. Так нет, правильно. Но внизу кто сидел, вот представьте, в момент кто-то сидит внизу. В то время... Тревожная кнопка. Да, тревожная кнопка. Да, электронная сигнализация. Все правильно. В то время как, извините, даже в девятом и раньше веках русские крестьяне имели, извините, туалет и грибную яму, которая стояла во дворе. Они выходили, красиво, тунь, все было. Ну, и про баню, и про баню, которая была. Каждую неделю мылись и так далее. А когда было просудок, когда необходимо было, тоже грязное очень, да? Понимаете, вот то, что... Я не говорю, что все в нашем прошлом было изумительно замечательно, так? Но у нашей Родины действительно было великое прошлое. Его украли. Украли для того, чтобы создать иллюзию высокоразвития западной цивилизации, которой никогда не было. Ну, вы знаете, вот сейчас популярно Короле Артура, да? Примерно. Это не я раскопал, это раскопал Фоменко Носовский, чтобы не сказать, что я украл идею. Знаете, как говорят, они все украли. Я когда что-то использую, всегда говорю, откуда я взял. Так вот, они раскопали, действительно, что на могиле так называемого Короля Артура стоит на гробной камне написано Rex Ardo Rus, что в латыни переводится король или вождь, русской Орды. Неплохо. Имеет отношение к той легенде, красивой легенде, которая существует в Англии. Его считают основателем английского государства. Не так ли? Интересно. Поменьше. А вы знаете, когда англичанам это сообщали, они вере шли, когда видели, у них шок был. Я могу предлагать очень долго. И к тому же, летописи, которые сохранились, у меня, допустим, есть ксерокопия, то есть это 100% копия ремизовской летописи, которая стянулась на несколько столетий. Допустим, там текст изменяли и так далее. Понимаете, почему. Но в этой летописи стоит исчисление именно от сотворения мира в звездном храме. И только после того, как Петр I ввел, стали в скобку добавлять такого торжества Хроссова. И таких доказательств тысячи, сколько следов не уничтожалось, они остались. Их будет все больше и больше появляться. Просто многие еще скрывают, потому что боятся, что будут уничтожены, как уничтожалось все ранее. То же самое уже Петр I, я пока не буду объяснять, иначе долго будет, почему уже Петр I, когда он действовал, он приказал свести все старые книги в столицу, чтобы снять с них копии. Так? И за неподчинение смертной казни. Неплохо, да? Вопросы. Если свели старые книги, значит, должны снять копии. Где старые книги, где копии? Нет ни копий, ни старых книг. Соловецкий монастырь, слышали такое, да? Там собрались волхвы, ну, под прикрытием монастыря, которые хранили древние книги, волхвов и ведические книги. Два года войска царские осаждали монастырь, пока, так сказать, его не взяли. И то специально взяли, потому что большинство книг, ценных, успели спрятать за это время. Вопрос, почему такая война против книг? Вспомните, все библиотеки горели, в одно и то же время сгорали. И что самое интересное, меня всегда умилялось, знаете как? Вот оригиналы книг сжигались, а потом все копии снятые с них оставлялись целыми и объявлялись за состояние великих предков. Вопрос, если оригинал, ересь, правильно? То копия снятая с нее тоже ересь. Так же? Почему? Оригинал сжигался, все оригиналы исчезли, а остались только одни копии. Это теория заговора. Почему теория заговора? Это факты. Извините. Это одна из вероятностей. Почему? Нет, извините, не вероятностей. Или одна или единственная. Это единственная. Извините, это не одна книга. Вот если бы одна книга была или две книги, я с вами согласился. А когда десятки тысяч книг оригиналы были сожжены, а все данные копии сохранились, хотя оригиналы обвивались еретическими книгами, и потом все копии сохранились, потом объявились. Подумайте, почему все библиотеки старые? Именно одновременно. Случайно, да? Знаете, есть хороший анекдот, чтобы закончить. Приходит один пьяный, психиатр и доктор. Я был пьян, свалился с девятого этажа, и даже косточку не сломал. Ну, доктор посмотрел, все нормально, голова целовала, где псих, не псих. Ну, это случайность. Через некоторое, ситуация повторилась, тоже самое приходит. Доктор, и опять, ну, это тоже случайность. Через некоторое, третий раз приходит, и доктор, ну, опять, ну, и опять то же самое, свалился и ничего. А это, говорит, закономерность. Доктор, понимаете, психиатр, понимаете, случайность, может быть, с одной книжкой, с двумя книжками, с тремя максимум, ну, с десятью, ну, со сто книгами. Ну, когда с десятками тысяч книг произошло, такая случайность. И то, что, то же самое, Петр Первый уничтожал все книги. Пятый, это косвенное доказательство. Мне так кажется. Какой же косвенное доказательство? Мы знаем, что было написано в теме. Хорошо, но, извините. У нас есть, факт, допустим, что это не косвенное доказательство. Мы не знаем, что в них было. Или знаем? Я думаю, знаю. И скоро эта информация вылезет, потому что не все книги были уничтожены, потому что, но и книги были спрятаны. А это та самая еще и библиотека Ивана Грозного? Не только, не только. Много еще другого. Олександрийская у нас. Ну, там Олександрийская у нас была уничтожена, к сожалению. Вот. Потому что, как заявили, если есть Коран и не написано все, вот, но сам почему-то он читал не только Коран. Ну, он был уже уставами. Правильно, потому что, естественно. Понимаете, дело в том, что вы говорите, косвенное, это не косвенное, это прямое доказательство. Потому что, когда были уничтожены оригинальные книги, о копии, оставленной как наследие, и восхваляются до сих пор, вопрос, почему тогда были уничтожены оригиналы? Значит, отличия между оригиналами и копией должно быть, иначе бы сохранили оригиналы. Все верно и все логично. Последний момент, который хотел вас уточнить, опять-таки, когда я готовился, когда я читал материалы, ваши, о вас, в одном из материалов, я тоже не буду говорить, кто, о вас было сказано, что вы живете в каком-то своем мире. Вот как бы вы прокомментировали это высказывание? Для того, чтобы кто-то высказывал о том, как умереть я живу, он хотел бы узнать мой мир. Я думаю, что этого человека я никогда в глаза не видел и не слышал. А теперь скажите, если кто-то будет писать, что вы думаете, даже не владея телепатией, так? Вот он предполагает, что вы думаете об этом, об этом, и что вы желаете, хотите, что вы замышляете, что вы сказали потом, по-человеку? Ну, ничего хорошего. Вот вы ответили сами на вопрос. Как человек может знать, в каком мире я живу, если ни малейшее представление не имеет о моем мире. Он ни разу не беседовал, не говорил. Может быть, он имел в виду в мире отличном от мира подавляющего большинства, скажем так? Ну, опять-таки, нужно знать хотя бы, понимаете? А вот... Возможно, он базировался на ваших там высказываниях, на ваших книгах. Так вот, прочитать их там сначала. А вот знаете, когда большинство, и вот, основа молодежь, что больше радует, пишут, что прочитал мои книги, они были смысл жизни, они знают теперь, кто они, зачем и для чего живут, и что теперь знают, как им делать, и что делать, чтобы действительно быть человеком, и что им им стыдно, за то, что они делали раньше, потому что они не видели смысл своей жизни. Получается, армия ваших сторонников растет? Ну, думаю, что да. Потому что люди, даже знаете, как мне один человек сказал, что там научничное общество в Санкт-Петербурге есть, и он там вся классическая ученая, хотя я тоже классическое образование у меня. Просто меня не устроило, я пошел дальше искать, а их не устроило. Вот. И он, типа, ерунда. Он дал ему мою книгу. Сказал, прочитай, склоди что-то. Нашел? Ничего не нашел. Понимаете? Или еще один последний момент. Один мой знакомый, я не буду называть, хотя я говорил уже, поэтому можно повторить, он сам академик РАН. И долго не с сегодняшнего, а еще работал на космос, то есть, понимаете, серьезная организация, и там дураков не держат. Правильно? Так вот, он ознакомился с материалами, чистящими моими материалами, он решил на одном из форумов выступить в защиту меня, потому что там лили грязь на меня, ну, просто помой выливали, не принял. И он, типа, пытался объяснить людям, что за чего вы делаете, я вот академик такой-таки, считаю, что там тот, а тот, а тот, но это то, что он считает, вы можете спросить, не буду повторять. И он, как и добился того, кто больше всего поливал грязью, добился, чтобы он ему дал свой телефон, он мне рассказывал. Он созвонился с ним и спрашивал, я такой-то, такой-то, академик РАН, такой-то, такой-то, занимался тем-то, тем-то. А вы кто? А я такой, как образование? Вот я среднюю школу не закончил. Оказывается, он может разбираться в высшем материях и не закончил среднюю школу. А вот, если кухарка может управлять государством? Да, Да, говорит, а что такое? А вот я инвалид. А он говорит, а разве Левашов вас сделал инвалидом? Нет. Так почему же его? А вот, а пускай вылечит меня. А почему он вас должен лечить? Ну, пускай даст миллион, тогда я буду его хвалить. Вы знаете, есть миллион? Чего? Рублей может наберется, но не долларов. Но вы дадите все равно. Никогда не дам. Потому что, ну, во-первых, не в этом дело, дам или не дам, а в том, что, короче говоря, пускай даст миллион, я буду хвалить. Что для меня это значит? Аналитика небольшая, то нужно дать. Значит, что ему дали деньги, чтобы он и делал. Значит, ему написали, что он уже говорит, что он должен вякать. И вот, к сожалению, да, перекупили. Я никогда собираюсь никого не перекупать и вообще покупать, потому что люди, которые резонируют, они приходят, ну, чтобы им кусок хлеба сунули в рот или деньги дали, так? Потому что они проснулись и понимают, что нужно действовать на благо своей Родины. Нужно, как говорится, именно поднимать, восстанавливать страну, не допустить, что ее полный развал, которому все ведется. Понимаете? Потому что, вы уже знаете, наверное, не секрет, что на Западе уже есть карты, где Россия поделена и кто чем владеет. Знаете, да? И не стыдятся, а какой-то афишируют. То есть, плевали на все. А мы еще не сдохли, извините, страна живет и народы живущие здесь не сдохли еще. Ну, будем надеяться, что и выедут. Вот он-то и делал. Я тоже. Но для этого нужно действовать. Интересная беседа. Надеюсь. Интересно беседовать с интересным человеком, скажем так. Не совсем я согласен, скажем так. Но это никто не требует. Но некоторые мысли мне показались заслуживающими дальнейшего изучения. Ну, смотри. Денис, дело в том, что я же говорю, что все были согласны. Понимаете? Просто мы говорили так вот быстро, так сказать. А для этого есть все, да, так вот просто мазками. А для этого все есть подтверждение, которое выстроено очень, пока еще обоснованно. И пока еще никто ничем не смог опровергнуть. Пока еще никто ничего не сжег. Ну, не, почему? Пытались. А книгу это пытались запретить. А что на разнижигание? Это тоже другого варианта. Хотя ничего нет, ее запрещают. Боятся. Ну, а то, что людям интересно, вы понимаете... Поэтому это церковное лобби, скорее всего. Не, не церковное, не церковное. Ну, церковное лобби, знаете, что сделаю? На меня несколько раз напали, хотя я их не трогал. Я просто использовал тексты Ветхого Завета и анализ, допустим, того же славянно-реских вет и доказал, во-первых, проанализировал и раскопав нюансы, что имелось в виду, когда писались в Ветхом Завете о той территории, о той территории. И на что, где территории находились, что происходило, когда это было, что было. То поискать, что можно найти. То есть там информация далеко не выдумка, это не легенда, очень много достоверной информации. Вот я много все раскопал подтверждающих и определил четко, где происходили события, которые описывались там. Однозначно. Не то, что я придумал, понимаете? Так вот, я сравнивал Ветхий Завет и славянно-реские Веды и показал, что в этих книгах описываются одни и те же события, только с разных позиций, со стороны одной стороны и со стороны другой стороны. Но события одни и те же. Совпадений, случайностей такие быть не может. Ну, Коран тоже можно еще взять, там тоже в принципе. А Коран что такое? А что такое Коран? Это вольное переважение. Того же самого Ветхого Завета. Ветхого Завета. Это секта, как говорится, христианская секта, которая была отлучена от христианства, вы знаете, да? То, что это христианство, которое возникло из иудаизма и вышло. То есть, мы знаем, католицизм, православие, хоть это неправильно, это атаксальная церковь, православие к христианству никакого отношения не имеет. Это просто хитрый трюк, который придумал Никон в 1553-56 годах. И все. Понимаете? Просто, опять-таки, во время интервью невозможно дать, не потому, что я не хочу. Я думаю, что это не последняя наша встреча. Возможно. Но в любом случае, понимаете, я не говорю, что все должны быть согласны мы мнением. Ради Бога. Каждый человек имеет право иметь свое мнение. Но я всегда говорю так. Человек имеет мнение этого права, но он его должен обосновать. Если он обосновывает, ему доказывает, что это мнение несостоятельное по темным причинам, нормально человек должен сказать, да, я понял, я не учил вот это, вот это, мне теперь понятно, и изменить свое мнение. Отличная кода, я считаю. Такая моя позиция. Не за что. Вам тоже спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok